Существует ли такое понятие, как вымаливать роды и родовые грехи? Если да, то как правильно это делать? Ну, сейчас я вас научу, как вымаливать род или искоренять родовые грехи. Это дело ненадежное по той простой причине, что каждый за себя отвечает пред Богом. Конечно же, есть определенное влияние дома, предков на то, как воспитан их потомок. Яблочко от яблоньки недалеко падает. И не то, чтобы за грехи родителей приходится расплачиваться детям, но греховная жизнь их оказывается заразительной и для того, кто вырастает в их доме. Если родители сквернословят, если родители свои приоритеты и жизненные цели редуцировали до приобретения материальных благ и чувственных удовольствий. Если никакая святыня в доме не почитаема, кроме карточки кредитной или зарплатной, то ожидать мандаринки от совсем другого колючего кустарника не приходится. Хотя бывает и с точностью, да наоборот. Родители, зажившиеся, совершенно секулярные, отсеченные от религиозного сознания жизнью, обнаруживают в своем отпрыске странное стремление к храму Божьему, к соблюдению постов, к исполнению молитвенного правила, возмущаются, негодуют, просят завести себе подругу, каким-то иным образом регистрировать свое единство с этим миром, отчужденным и отчуждившимся добровольно от Христа. Так что не всегда бывает так, что дурной пример родителей неизбежен для формирования жизни дурной. Иногда бывает и наоборот. Корень вопроса в том, что в Ветхом Завете мы слышим проклятие Божье на несколько поколений за тяжкие грехи тех, кто были призваны следовать воле Божьей, а этого не делали. Но еще в те далекие ветхозаветные времена, а наших новозаветных было великое и славное пророчество, и языки Иля. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» «Живу я, — говорит Господь Бог, — «я сущий». Не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле, «Ибо вот все души мои, как душа Отца, так и душа Сына, мои, душа согрешающая, та умрет». Это откровение о будущих судьбах человечества, когда явившийся Христос для каждого является Господом, которому уже не надо гадать, где Он, кто Он, каков Он. Каждая душа призвана ответить на призыв Господень, уверовать в Нему, возлюбить Его взаимно, как Он любит нас, и послужить Ему всей жизнью своей. В ответ на это личное произволение является в душе человека и благодать Святого Духа, довершающая дело Христова и соединяющая человека нераздельно через это освящение с благодатной, божественной жизнью. Потому всякое проклятие родовое, всякий грех, за который неизбежно возмездие предку, обрывается на том моменте, где потомок, принимая Христа, принимая Святое Крещение, жизнь свою обращает к угождению Ему. Господь праведен и за грехи отцов не карает сыновей. Эта угроза была необходима самим жестоковыйным иудеям для того, чтобы понудить их отказаться от исполнения тех злых намерений, которым все время склонялись они во все времена истории своей, будучи и пророка-убийцами, и ставшие Бога-убийцами во времена евангельские. Поэтому всякие современные бредни о дурной наследственности, о греховной неизбежности того, кто находится в неудачном поколении, пусты совершенно, являются оккультной ложью, которая всегда силится захомутать человека под каким-нибудь логическим предлогом. Вот мы поможем вам почистить вашу родовую пыль, грязь, и расплачиваетесь вы сейчас этой болезнью за прадедушку, который там что-то не выполнил из ему предложенного, неизвестно какими силами. И все это лишь способы уловить подчинение свободную и единому Богу повинную душу в плен каких-то культистских, псевдо-мистических причин для того, чтобы пребывать в неблагодатной жизни, следовать путями греха, а не добродетели. Потому никаким образом вымаливать рот свой уже прежде почивших и определившихся в своей вечной участи людей мы не способны. Против этого свидетельствуют слова о Господа, представленной в притче о богаче и Лазаре, слова Авраама, между нами и вами великая пропасть установлена, и ни оттуда к нам, ни от нас к вам перехода уже не бывает. В чем застану, говорит Господь, в том и сужу. Потому отмаливание рода дело сомнительное. Хотя иногда слышишь и из уст священнослужителей обещание как следует помолиться о тех ваших предках, чей выбор был худой, но мы сейчас дружно помолимся и участь таким образом будет исправлена человека. Нет оснований в Святом Евангелии так думать. Есть основания предоставить всех почивших своих близких и тех, за кого мы переживаем, милости Божией, ибо Его любовь и ведение человека превосходят бесконечно нашу с вами, и наше доброжелательство и живым, и усопшим, близким нашим несоразмерно с той любовью, которую сам Создатель питает к каждому из сотворенных и пришедших в жизнь существ. У Бога, говорит Святитель Феофан, нет пасынков, все родные дети. Поэтому, имея в виду то, что отошедший и в нечестии к Богу, тем не менее, является Его созданием, тот, о котором сказано, что и Он есть чадо, хотя, быть может, и заблудшее, тому гораздо благонадежнее, чем думать о себе, о модераторе вечной участи усопших людей в связи со своими обращениями, ходатайствами наверх или какими-то даже земными приношениями или усилиями, которые мы можем прилагать, крайне неосновательно, гораздо лучше вверять всех и живых усопших, близких наших, милости Божией, молиться о том, чтобы она с ними совершалась и кроткими словами обращаться, а еще возможно, Господи, облегчи загробную участь или земные пути тех, кто еще трудится и подвязается в этой жизни непростой, чем брать на себя какие-то сложные комбинации молитвенно-жертвенных усилий, признавая за собой какую-то особую власть и могущество вторгаться в область для нас совершенно таинственную уже за границами этого видимого мира и там наводить желаемые для нас порядки. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok